2.25.04. Сегодня у нас 26 число. Продукт просрочен. Первый магазин и сразу нарушение. Этот молочный продукт уже опасен для здоровья. Это зафиксируют в документах и отправят в суд, который потом решит, что делать с теми, кто оставил испорченную продукцию на прилавке. Представители Росконтроля и Россельхознадзоров в рейды по магазинам выходят каждый день. Берут товарную экспертизу, проверяют документы. Документы на мясо, на рыбу. Из чего изготажен и на рыбу документы? И на рыбу документы у вас в припуске с теми. Все хорошо. Сейчас я сгущусь к нашему логисту. Сегодня на экспертизу отправятся масло, сметана, фарш, по словам сотрудников магазина, свежая и красная рыба. Под прицелом проверяющих все. Овощи, которые уже начинают гнить, молочная продукция, выпечка, которую готовят в самом магазине. Беляши с мясом. По словам продавцов, сегодняшнее мясо свежее. Но все-таки выпечка в зоне риска. Нередко, по словам экспертов, бывает так, что мясо для нее используют уже негодное в пищу. Поэтому эти аппетитные красавцы отправляются на проверку. В большинстве случаев мы выявляем как детскую продукцию просроченную. То есть такая-то молочная продукция, в том числе это и кондитерские изделия, всевозможные торты, в том числе и скоропортищая продукция. То есть это то, что в частности даже приготовляется в магазине, потом выкладывается в зал для реализации. Если продукция изготовлена вчера, сегодня она уже не может продаваться. Но, как мы видим из практики, просто перебиваются маркировки, в результате чего продукция также продолжает реализовываться. Кроме срока годности, эксперты следят за качеством продуктов. На прилавках не должно быть фальсификата. Соответствует ли состав тому, что написано на упаковке, тоже выяснят в лаборатории. Как правило, сегодня покупатели не жалеют денег на натуральные продукты. Вот масло стараюсь, конечно, натуральные. Сказать, поменьше будет кусочек, но все-таки натуральные. Вот я беру колбатку любительскую, мы ее уже постоянно покупаем. Нормальный продукт, хороший. Обман покупателей сегодня дорогое удовольствие. Он бьет и по карману производителя, и по репутации. После того, как результаты экспертизы будут готовы, их направят в Россельхоз и в Роспотребнадзор. Недобросовестные производители как минимум появятся в так называемых черных списках и попадут под постоянный контроль профильных ведомств. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.